Всем привет! Это четвертый урок посвященный тому как записывать авторские сборки и устанавливать их на жесткий диск или на разделы жесткого диска Здесь есть некоторые особенности Но перед этим я хочу показать вот один интересный такой момент И Всегда можно скачать сборочку мою Мои сборочки На 64-битные машины рассчитанные Вот они Заходите сюда Идете Вот Тут прямо написано Мои 64-битные сборки И выбираете Синамон Мэйд Они хороши для машин Новых и средних Иксфейс Хорошо работает Еще и на старых ноутбуках На слабых машинах Но на новых тут и Как говорится и слов нет Тоже работает хорошо и быстро Но также значит Сергей Тимченко сделал Для пользователей И выложил вот У него ссылочка 32-битные сборки Что значит Он удалил Что там поставил И так далее Все подробно написано Но то же самое найдете И у меня Итак Приступим значит К записи Сборки На разделе жесткого диска Вот Нажимаем на программу Я нахожусь на флешке Это видно Вот видите Сколько всего там И так далее Нажимаем на System Copy У меня на 11-м разделе Жесткого диска Была установлена Официальная сборка Для Учебных целей Вот Она так называлась ВРК Рабочая Вот на нее Я и собираюсь Поставить Эту сборку Форматировать ее Вот так вот сделаем Нажмем на Next И нажмем на Start Подождем Закончено Отняло времени Это около 4-х минут Теперь значит Мы можем Перезагрузиться И проверить Как это дело Все работает На жестком диске Компьютера То есть Вот Основное отличие Авторских сборок Что они ставятся Через программу System Bug В режиме Copy System Вот System Copy Отметим Также вот такую вещь На официальную сборку Linux Mint Цинамон 17.3 Супер Бут менеджер Не ставится А вот допустим В моей сборке Он прекрасно стоит И ядрышко Тут у меня последнее И все работает И все настроено То есть Все таки Иногда Авторские сборки Они Бывают даже И Учитывают Вот такие Вот Нюансы Хочу сказать Также Вот Еще раз Напомнить Что вот 32-битные Сборки Сделаны Сергеем Тимченко Он очень такой Тщательный Человек Каждую сборочку Как говорится Вылизывал Вот Поэтому Значит Только у вас Старая машина 32-битки А то много Было пожеланий Что вот Но Но нету Вот Теперь у вас Эти сборки Значит Есть Пожалуйста Берите Как говорится И пользуйтесь Ну ладно Перезагружаемся И смотрим Что у нас получилось Итак Я загрузился С жесткого диска Вот Видно Что 30 гигабайт У меня Что Сборочка Занимает 6 гигабайт То есть Здесь Практически Большинство Программ Настроены Особенно Это Программа Для записи С экрана Видеоредактор Там Видеопроигрыватель В рабочем состоянии Супербутменеджер Который Официальную сборку Почему-то Ни в какую Не хочет Ставиться Вот Здесь он Нормально В рабочем Состоянии Так что Вот можете Как говорится Пользоваться Если по каким-то Причинам Вам что-то Не нравится Вот смотрите Всегда Вот допустим Не нравится Вам По каким-то Причинам Не нравится Вам Ну Допустим Информационный Виджет Конки Взяли Отключили Его пока На время Вот у вас Чистый Экранчик А кто Вам мешает Вот по каким-то Причинам Ну Вообще Ну Лично Даже я Я не пользуюсь Им Почтом Клиентам Удалить Заводите Пароль Нас Южат Пароль Завели Пароль Сейчас Программа Сандра Берт Удалит И Удалит Его Как говорится Нормально Корректно То есть Авторские Сборки Собственно Говоря Гораздо Проще Настраивать Потому что Большинство Программ На них Уже Сделано И настроено Авторами А то Что вам Не нужно Вот Особенно В ценамоне Но это Очень легко Делается Видите Когда Левой Правой Кнопкой мышки Удалить Завели Там пароль Юзер Взяли Удалили Ну Ну Сейчас Там Еще Сообщение Откинет Он Что Все Сделано Вот Практически Все Когда Все Под Себя Под Настроили Ну Первые Две Настройки Которые Пользователи Делают Настройка Часового Пояса Вот Идете Сюда Разблокировать Ввели Юзер И Многие Значит Начинают Искать И не Находят Город Допустим Где он Находится А И не Ищите А ищите Часовой Пояс Вот Если Время Вот Здесь Вот Будет Совпадать Допустим С вашим Временем То Какой бы Там Город Не Стоял Но Вы Находитесь Вот Вертикальная Видите Синяя Полоска То То Вы Находитесь В Этой Часовой В Этом Часовом Поясе Ну И Все Нажимаете Там Заблокируете И Все С Приветом Как Говорится Вот Пожалуйста Смотрите Вот Взяли Заблокировали Это Настройка Времени Значит Запомните Города Может И не Быть В списке Выбирайте Вот Вертикальную Полоску Которая Соответствует Вашему Времени Все Дальше Погода Правой Кнопкой Настройка Ну У меня Здесь По Москве Вам Надо Получить Допустим Какой-то Другой Город Можно Нажать Здесь Да Ради Бога Вот Коды Погоды Там Ввели Я Не знаю Ну Какой Там Ну Уфа Допустим Вот Он Вам Выдаёт Коды Уфа Россия Вот Код Уфы Скопировали Взяли Вставили сюда И у вас Будет Показывать Уже Уфу Ну Просто Говорю Причём Вот Скопировали Вставили И закрыли Больше Ничего Не надо Вот Уфа И прогноз Как говорится Пошли Дальше Ещё Что Вот Ну Всё 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 Под Настроили Вот Идёте Сюда Бежите В самый Низ Пользователи Группы Заводите Свой пароль Там User Встаёте На него И вот Вы Решили Что Всё У вас Настроено И так Далее Единственное Что Вам Нужно Сделать Поменять Пароль Поменять Пароль Пожалуйста Но Не Менее Восьми То Смотрите Сюда Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вот Только Когда Восемь Нажимаешь Появляется Зелёненькая Полоточка Что Пароль Средней Силы Тут Набираете Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Подтверждаете Нажимаете На Изменить И Как говорится Вперёд И с песней И будет У вас Новый Пароль Вот Практически Все Ваши Настройки Погода Время Время Новый Пароль Супер Какие-то Программы Которых Здесь Не Поставлено Вот Посмотрите Чего Не Надо Значит Уберите А что Надо И Не Хватает Вот Пожалуйста Есть Менеджер Идёт И сюда Заводите Пароль И В менеджеры Программ Допустим Ищите Что Вам Нужно Вот Допустим Я Заведу Сейчас ТТФ Это Шрифты От Майкрософт Многие Их Ставят Вот Нажали И Ставьте Себе Их Заради Бога И Будут У Вас Майкрософтовские Шрифты Какие Проблемы По Менеджеру Можете Там Поползать Посмотреть По Категориям Может Какая Нибудь Вас Там Программка Заинтересует Или Еще Что А Какие Проблемы Ради Бога То Есть Вот Со Сборками Поступает Вот Таким Вот Образом То Есть Настраивайте Сборку Автора Хоть Это И Сборка Автора Но Вы Настраивайте Под Себя Под Свои Нужды Вот Допустим У Меня Сюда Включена Варите Если Я наберу Допустим Вот так Вот Вар Вот Она Голубушка Сидит Я Запускаю Ее Это Программа По Автоматической Смене Обоев На Рабочем Столе Ее Можно Автозагрузку Включить Посмотрите Параметры Можете Поставить Чтобы Менялось Там Каждые 5 10 20 Минут Или Там Каждый Час Или Каждый День Зависит От Вас Ради Бога Программа Очень Хорошая Красивая Автозагрузка В Автозагрузку Я могу Могу Отключить Отключить Есть Вот Таким Вот Образом Хотите Чтобы Стартовала Какая Другая Программа Выбираете Приложение Смотрите Допустим Вот Кайродок Добавить Все Вот Он Будет Стартовать То Здесь Настройки Скажем Так Простейшие Поэтому Особого Как говорится Там Внимание Не требует Потому что Основная часть Программ Авторами Установлены И По Любой Из Программ Вы Всегда Можете Посмотреть На Моем Видеоролике По Большинству Программ Сделаны Отдельные Специальные Видеоролики Ну Ладно На этом Все Желаю Вам Удачи Всяческих Успехов И До Новых Встреч